Формирование финансовой культуры и навыков их эффективного управления личными средствами. Цель новой всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Эта акция проходит и в школах столицы Чувашии. Подробности у Юлии Важениной. Что такое финансовая грамотность, какие инструменты помогут ей овладеть, а также риски и опасности в мире денег? На эти вопросы ученикам лицея номер 44 ответил начальник управления службы по защите прав потребителей финансовых услуг при Волжском федеральном округе Центрального банка России. Онлайн-урок прошел по теме, что значит быть финансово грамотным. Эта информация интересна не только для старшеклассников, но и для нас, для взрослых людей и для учителей. Соответственно, мы получаем современную информацию по кредитам, по сбережениям. Было проведено уже более пяти уроков. Старшеклассники получают очень интересный материал практического направления. И, соответственно, они, отклики получаем очень хорошие от школьников, потому что эти лекции проходят с интересом, понятно, разъясняются. И, соответственно, наши старшеклассники имеют возможность задавать вопросы лектору и получают ответы на них. Сами ученики в подобных лекциях заинтересованы. Они считают, что знания в финансовой сфере пригодятся им, причем уже совсем скоро. На самом деле полезного было много, потому что в следующем году я поступлю на первый курс университета, и мне придется самой распределять свои доходы, расходы и взять на себя полную ответственность за свое содержание. И тут были очень интересные советы по поводу распределения денег на четыре конверта и использования каждого в течение одной недели, например. И тогда риски, что у тебя не останется карманных денег, значительно снижаются. Дни финансовой грамотности проходят не только в формате онлайн-уроков. Например, сегодня о бюджете и структуре казны в России и Чувашии школьникам рассказала заместитель финансов республики Светлана Иванова. Кстати, в этом году такие лекции проходят впервые, но организаторы планируют сделать их ежегодными. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.